Всем привет! Вот мы приехали на автобусную остановку, вернее автобусная станция Plaza de Armas. Вот отсюда мы будем уезжать на Фликс-басе в Лиссабон. Вокзал, ну как бы такой не очень приятный, скажем так, особенно запах. Но в принципе нам выбирать не приходится. На самолете у нас не удалось удачно уехать, потому что коннекшены неудобные. А прямые были за какие-то нереальные деньги, поэтому мы приехали на Plaza de Armas и в общем едем на Фликс-басе. Вот у нас в час дня, у нас еще где-то полчаса есть. Сейчас я покажу, как выглядит этот вокзал. На самом вокзале жарко, кондиционер не работает, а вот в кафешке, в которой мы сели, он в общем-то немножко лучше. Вот, и без запаха. Поэтому вот наш автобус на Лиссабон. В 13 часов с шестой платформы он уезжает. Ну и в принципе в Лиссабон приезжает. Вот, так что, конечно же, нам ехать почти 6 часов. Но опыт поездки по Европе на Фликс-басе у нас есть. Поэтому мы уже готовы к такому длительному путешествию. Есть чем заняться. Монтировать видео. И, в общем, искать новые достопримечательности в Лиссабоне. Поэтому время будем проводить с пользой. Вот выход на платформы. Очень много платформ. Большой вокзал. Большой плюс, что он крытый под навесом. Поэтому при такой жаре, как сейчас, особенно в Севиле, вот в этой кафешке La Estacion можно остановиться. Тут кондиционеры, можно что-то съесть. И потом выход на платформы, очень удобный по эскалатору. Будем идти на платформу 6. Кстати, здесь Мак недалеко. Кафешка по сравнению с железнодорожными кафе. Немножко такого колхозного типа. Но, по большому счету, если хочется поесть, можно выбрать салаты. Тут вот есть какая-то курица, жареная картошка. Вот такие вот салаты. Яблоки, апельсины завернутые в ассортименте. Вода. Мороженое. Ну, в принципе, кофе, пиво, чай, вода. Я думаю, дешевле всего покупать воду вот в таком автомате. Мы купили за евро 80, можно взять полтора литра. Потому что в кафешках вода обычно гораздо дороже. Несмотря на всю неприглядность данной кафешки, посидеть в кондиционере и подождать автобусов, в принципе, гораздо удобнее. Вот такой вот наш автобус на Лиссабон. Конечно, он не самый чистый, не самый удобный. Но зато самый дешевый. Поехать с Севили в Лиссабон. В принципе, советуем фликсбас. Потому что иногда другого метода переехать на дальнее расстояние просто не бывает. Вот, немножко автобус разогнался до скорости 80 км в час. Мы минут 20 ехали со скоростью 50. И, конечно, если мы так будем продолжать ехать, то в Лиссабон мы вряд ли засветло приедем. Обещанное время в пути 5 часов 40 минут. Ну и надеюсь, как-то когда мы покинем район Севили, мы немножко ускоримся. Севили в Лиссабон Так, у нас промежуточная остановка. Вот в такой вот кафешке за 200 км до Лиссабона. Остановка, как говорится, in the middle of nowhere. Вот. В принципе, хорошая кафешка. Можно перекусить. Вот наш автобус. Ну, наверное, это такой перестой фликсбаса, потому что водитель всех выгнал из автобуса, пошел тоже покушать. Вот, 25 минут остановка. Мы заезжали в город Фара и еще там в один городишко Албуфейра. Вот. И вот еще нам 200 км ехать до Лиссабона. Странно, что по расписанию мы должны были приехать через 5 часов, там и 40 минут, но я так чувствую, что мы за это время не успеем. Во-первых, огромный крюк до этой Альбуфейры. И так как он едет со скоростью всего лишь 100 км в час, то я скорее, что мы где-то, наверное, на час задержимся. Вот. А так, в принципе, все нормально. Конечно, туалеты фликсбаса всегда оставляют желать лучшего, поэтому вот хорошо останавливаться вот на таких вот промежуточных станциях, где можно покушать, перекурить и сходить в туалет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок